Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь! Молите Бога о нас! Сегодня мы на даче записываем видео для конкурса Спасибо за победу! Ну, надо записать видео с участником Великой Отечественной войны Где будем искать участника войны? Ну, Лен, твой дед воевал? Он воевал, но он давно в земле Ну, мой дед тоже воевал, но он тоже давно в земле Значит, будем искать участника войны в земле Ну, чего тогда? Ну, берем лопату, идем искать Ну, в общем, будем искать участника войны в земле Телеканал Победа представляет Примите участие во втором открытом всероссийском онлайн-фестивале Спасибо за победу! Снимите на видео рассказы фронтовиков, тружеников тыла, детей войны Для записи выберите тихое, хорошо освещенное место Если вы снимаете на телефон, поверните его горизонтально Перед началом рассказа убедитесь, что запись уже идет Загрузите ваше видео на сайт победа.тв Создадим вместе видеолетопись уникальных воспоминаний о Великой Отечественной войне Так, ну, глубоко копать не будем Тут близко грунтовые воды Ну, что, теперь кладем телефон в яму Запись там стоит Стоит Закапывай яму теперь Ждем, когда кто-нибудь нам даст интервью Из участников Великой Отечественной войны Которые сейчас лежат в этой сырой земле Посмотрим, что они нам расскажут Эй, ветераны Ветераны, любимые, откликнитесь ради Христа Ну что, пора выкапывать телефон Угу, точно Так, только бы не разбить его Ой, Господи помилуй Так, ну чего Там записалось что-нибудь Я участник Великой Отечественной войны Солдат Советской Армии, коммунист Я погиб в битве за Москву зимой 1941 года Своё имя и воинское звание я вам не скажу Потому что не положено солдату Советской Армии говорить эту информацию врагам А вы, оккупанты на земле, которую я защищал Я воевал за своё Отечество, Союз Советских Социалистических Республик и за советскую власть Вы живёте в капиталистической стране Карл Маркс в манифесте коммунистической партии писал, что Отечества у вас нет У вас нельзя отнять то, что вам не принадлежит, поэтому вы не можете воевать за Отечество и никогда не поймёте нас Вы будете воевать или за деньги или за чужое богатство, будучи обмануты вашей буржуазной властью, которая ничем не лучше фашистов нашего времени Поэтому не пытайтесь изображать патриотизм, в вашем творчестве, подражая советским героям, у вас это не получится Я воевал за советскую власть, мы воевали не с немецким народом, а с фашизмом, то есть с диктаторской властью крупной буржуазии Когда мы шли по Европе, на Берлин, мы поддерживали социалистические антифашистские политические движения в европейских странах И они с помощью Советской Красной Армии свергали своих эксплуататоров и устанавливали у себя советскую власть, поэтому мы в Европе были не оккупанты, а освободители И это было проявление христианской любви к ближним, потому что немецкому рабочему, который служит в армии, ближний не верховный фюрер, и не владелец завода, а такой же русский рабочий, который тоже служащий в армии Организаторы вашего конкурса не имеют никакого отношения, ни к моей родине, ни к победе, которую моя родина одержала над фашизмом Организаторы вашего конкурса служат власти в капиталистической стране, и они ничем не лучше коллабора цейонистов, которые в наше время помогали фашистам Ваша капиталистическая страна никого не победила и не победит А вы, если не вспомните про дело Ленина, так и будете всю жизнь носить на лице на морднике и жить в своей стране как в гетто Только не придет вас освобождать Красная Армия, потому что ее больше нет Если вы будете использовать подвиг советского народа для саморекламы власти вашего капиталистического государства, я прокляну вас из гроба Если вы будете использовать подвиг советского народа для саморекламы власти вашего капиталистического государства, я прокляну вас из гроба Ну, в общем, мы посмотрели, что нам ветеран записал, отказался он давать интервью нам. Правильно сделал, потому что он за другую страну воевал. Да, потому что он воевал за советскую власть, которая ему дала право на труд, право на отдых, право на бесплатное жилье, право на бесплатное образование. И право на бесплатную медицину. Да, и сейчас совершенно другое государство, с совершенно другим общественно-политическим строем, оно пытается присваивать себе его заслуги. Да, что очень даже неправильно и несправедливо. Это даже не нарушение авторских прав. Это вообще просто подмена понятий. Да, люди воевали за советскую власть, а не за кап-страну. За кап-сталистическую страну как раз воевали те, с кем воевала советская армия. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...